Умерла Элина Быстрицкая, легендарная Аксинья из Тихого Дона, одна из красивейших женщин советского кино. В прошлом году она отметила 90-летие. Несмотря на долгую жизнь, народно-артистке СССР не удалось сыграть много киноролей, говорят из-за сильного и принципиального характера. Наталья Воробьева подробнее. Элина Быстрицкая родилась в Киеве в семье врача-инфекциониста. В 14 она уже работала на фронте санитаркой, медтехникум, педагогический институт, а мостиком в кино стал драм-кружок. Там она станцевала «Танец живота», и родителям он показался слишком вульгарным. После победы в одном из конкурсов танцевальный коллектив Элины Быстрицкой наградили поездкой в Дом отдыха работников искусств. Здесь она встретилась с одной из старейших актрис украинского кино, Натальей Гебдовской, которая убедила ее поступать в театральный. Семья была против, но Быстрицкая бросила педагогический институт и поступила в театральный. Но и тут проявила свой характер. Она ударила юношу, свистнувшего ей в ухо, что после военных травм могло оглушить бывшую медсестру. За это ее решили исключить из комсомола, но билет она не отдала, ведь ее приняли в комсомол на фронте. Однако сокурсники Быстрицкой практически перестали с ней общаться. Позднее уже в Херсонском театре актриса отказалась работать из-за вольности его руководителя, такой советский харассмент. Быстрицкая сначала уезжает в Вильнюс, а потом в Москву, где два года проработала в Московском драматическом театре имени Пушкина, а с 1958 в Малом театре, которому отдала более 50 лет. Первой любовью красавицы Быстрицкой стал актер Кирилл Лавров. Они познакомились в институте, дело шло к свадьбе. Но когда Элина пришла проводить любимого на гастроли, она увидела, как на перроне он нежно обнимает другую. В итоге замуж Быстрицкая вышла за Николая Кузьминского. Он был руководителем отдела переводов в Министерстве внешней торговли. Он был старше жены на 20 лет. Быстрицкая ото всех скрывала этот брак, сохраняя его на протяжении 27 лет. Но и он закончился разводом. Сниматься в кино Быстрицкая начала еще в 1950-м. Однако всесоюзная известность ей принесла роль Аксиньи в фильме «Тихий дон» в 1957 году. Она находилась в составе советской делегации в Париже, когда узнала о поиске кандидаток для ленты «Тихий дон». Бросив все, приехала на пробы. Режиссер Сергей Герасимов хотел, чтобы Аксинью сыграла Нону Мордюкова. Но приехавший в Москву Михаил Шолохов, увидев кандидаток, сразу выбрал Быстрицкую. Ради роли казачки она, интеллигентная красавица, занималась грязной работой, чтобы огрубили руки, а также набрала 15 килограммов. После выхода фильма Быстрицкая активно снималась, но в конце 60-х ушла из кино, считая, что предлагаемые ей роли недостаточно серьезны. Посвятила себя театру, преподаванию и общественной деятельности. Была членом КПСС, почти 20 лет возглавляла Федерацию художной гимнастики СССР. Была полковником казачьих войск. Имела право носить оружие. В современной России член Совета по культуре при президенте. До конца жизни была убежденным государственником. Подписала письмо в поддержку присоединения Крыма. Последние годы актриса жила одна, детей не было. Дали о себе знать тяжелые носилки с ранеными во время войны. Несколько лет назад был громкий скандал. Помощница Быстрицкая не оказывала ей должный уход и похитила крупную сумму со счета актрисы. Это стало сильным ударом. А три месяца назад сестра Быстрицкой рассказала о резком ухудшении ее здоровья. Похоронит Ирина Быстрицкую на Новодевичьем кладбище. Прощение с актрисой пройдет в ее родном малом театре в понедельник 29 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok